Сетевой координации волонтеров Скажу вам, наверное, только о проекте «Кринкальный арендант из помощи», который занимается сетевой координацией волонтеров. А активность сетевой координации и кооперации волонтеров наиболее активно проявляется в периоде кризиса, Поскольку идет информационная волна, как в СМИ, так и в соцсетях от непосредственных участников, и те люди, которые не затронуты кризисом, хотят как-то помогать. И с каждым новым кризисом появляются все новые блантеры, люди, которые раньше не задумывались о том, что они могут как-то помочь, но попавшие один раз в эту кризисную ситуацию, помогая кому-то, они остаются там, может быть, на кризисную награду или что-то. С каждым разом, с каждым новым кризисом все больше людей участвует в координации в общей. Наш проект занимается в основном информационной координацией, то есть мы связываем какие-то отдельные инициативы, отдельные начинания друг с другом, связываем группу волонтеров с некоммерческими организациями, которым это может быть интересно, связываем группу друг с другом. В какой-то степени происходит у нас секторное взаимодействие, если, допустим, у нас есть возможность связать с государственными какими-то структурами, у которых у нас есть контакты. Расскажу немного об истории проекта, поскольку в 2010 году, как вы помните, были страшные пожары, которые бывают каждый год, но тогда они заходились. Я еще человек, просто не помню, не здесь. Когда дымом была накрыта вся Москва и в том же Питер, многие задумывались о том, что нужно что-то с этим делать, но среди этих людей, например, была я. Тогда было решено, что нужно использовать уже существующий опыт координации на платформе Ushahidi. Платформа Ushahidi – это платформа, которая любой пользователь может оставить без регистрации, оставить сообщение. Каждое сообщение имеет привязку по времени и нейронических резонансах, и рейтинг доверия. Сначала сообщение поступает на премодерацию, модератор ставит проверенные сообщения или нет, подтверждает его, и сообщение появляется на информационном пространстве. Впервые эта платформа была использована во время зимопресения на Гаити, и она была сделана группой балансоров, которые находились в Бостоне, и они пропускали через себя генеральное количество информации, пользовались сообщения, после чего рейтинг-карта была самая удобной по наполнению, по количеству информации, и ей пользовались даже государственные службы. Количество системы, по которым она может быть использована, совершенно разное. К примеру, после этого, когда появился снегопад в Вашингтоне, эта платформа была использована не только для того, чтобы рассказать о проблеме, но и для того, чтобы найти решение. Как видите, есть в Браурус, есть в СССР. То есть люди предлагали также решение. То есть, если кто-то писал, что у него добавлен тамур снег, а на соседней улице США писал, что вот у меня есть лопата, то они выходили друг другу через сайт. Мы сделали, кажется, полностью четыре пожара. Сначала Григорий Асловов сказал в своем блоге, что вот, смотрите, ребята, есть платформа в шоке. А Марина Грибинович написала у себя в ЖЖ о том, что ребята, давайте использовать. Григорий Асловович, Алексей Сидаренко, ее, в общем, сделали за двойцу полностью сайт. Частично вход был уже приведен на русский язык, поскольку платформа использовалась в Казахстане, насколько мы помним, для авиаторинговых этапах выборов. А ребята выпиливли ее и, собственно говоря, она начала работать. Мы собирали информацию из разных источников, из социальных сетей. У нас были контакты непосредственно на местах в лагерях волонтеров. У нас был один владелющий ГРУ, лагеря в... ой, существует... в 2010-м. В общем, был это в лагере, с которыми мы имели непосредственный контакт и решали, и выполняли судьбу в рейт просьбе. Мы мониторили СМИ, звонили в какие-то заповедники, узнавали, как проверяли информацию, поступающую как отдельные институты, на спектре. Ну, был полонтер. Сначала вся работа шла онлайн, но стало очевидно, что мы просто захлебывали всем информацией, и было решено, что нам нужен какой-то координационный центр, в котором все модераторы, сколько кто сможет, будут находиться и работать друг с другом в глазах. Сначала мы были... в координационном центре расположились в квартире одного из модераторов, а затем ландшафтное бюро доставило нам пообещение, сказали, пожалуйста, сидите, работайте, вот вам такой интернет, все что угодно, а можете туда четыре часа сидеть, и там мы засанимались, вот... кто-то теперь работает, это не делал. Здравствуйте, Дарья. И когда пожары прекратились, мы стали поступать просьбы, совершенно не связанные с... о трудении, не постаравших, не о пожарах. В том числе, например, в России неожиданности случились холода, и... совместно с новой газетой мы решили сделать проект холода.гринпа для сбора информации о тех проблемах, которые подчиняются населению полу. То есть это... люди писали о том, что у них нет, там, отопления в 9-40 пути по 3 дня, что у них ледяной заторваный гей, что там... в ближайшее время, скорее всего, когда лед пойдет, и картофик, новая радиация, а карту радиации, я надеюсь, правда, точку полной, который... для жителей Дальнего Востока, в которой люди отмечали сообщение о том, что они хотели бы измерить уровень радиации на своей улице, а улику... это... реакционный уровень для своей улицы, а вот и есть дозиметр на соседней, и вот это как-то так связывалось. Помимо этого, мы гости туда свергли самую конструктуальную информацию со всего мира, которую входили, и держали в курсе событий. И всегда приходили какие-то сообщения совершенно не связанные с тематикой, И стало понятно, что, ну, в общем, нужно сделать какой-то ресурс, который будет наводить мосты между теми, кто хочет помогать, а теми, кому нужна помощь. И мы поняли, что на уже существующей платформе уже, опять же, не сможем это сделать, поскольку она заточена, в принципе, под критисные ситуации, и на такие какие-то вялотекущие социальные вопросы не очень удобно использовать. Также есть проблем с проверкой источников информации. Для того, чтобы оставить сообщение, человеку не обязан регистрироваться, то есть, сообщения отправляются практически анонимными. Чтобы, помимо этого, нам всегда было сложно оценить фидбэк, который, мы постим сообщение с просьбой о помощи, на него откликается человек, возможно, напишите комментарий. И мы сами, если мы сами не звонили и не узнавали действительно дошла ли помощь до того человека, который запустил просьбу, мы так и были практически в единице случаев, когда мы узнавали о том, что помощь действительно дошла.